Стрелка пирса и штрих шейфа. Господа, замечательным образом, это две функции, кстати, они двойственны одна другой, если бы приглядеться, они очень похоже выглядят. Это две функции, которые замечательны тем, что не принадлежат ни одному из этих пяти классов. Поэтому у нас есть ипотезы. У нас есть такая ипотеза. Если взять, например, стрелку пирса, то через нее можно выразить абсолютно все функции. Я только что стерк, объяснение директивной нормальной формы и многощенов жигалов. Но вы же помните, там объясняли, что все на свете можно выразить через знак отрицания, знак. Поэтому, если вы мне сейчас сумеете через штрих шейфера выразить эти функции, или если вы сумеете через стрелку пирса выразить все эти функции, то, соответственно, вы докажете этот факт. Ребята, штрих шейфера икса и идрика – это 1 плюс икс умножить на и. Проверяйте, пожалуйста. Это так или нет? Если вы перемножаете и прибавляете единицу, то получается ровно на так. Следующая мысль. Следующая мысль. Если вы берете А штрих шейфера А, штрих шейфера, а здесь Б штрих шейфера Б, то это то же самое, что А или Б. Давайте поймем, почему. Да потому что А штрих шейфера А – это на самом деле то же самое, что отрицание А. Посмотрите внимательно. Для нуля 0 штрих шейфера 0 – это 1, а для 1 – 1 штрих шейфера 1 – это 0. То есть получается совершенно понятная штука, да, что А штрих шейфера – это отрицание. А теперь посмотрите, что здесь фактически написано. Написано, что отрицание А со штрихом шейфера и с отрицанием В – это А или Б. Это значит шейфер. Вот. Вы пришли, это же замечательно, ребята. Вообще в математике это же замечательно. Пропустить там первый час и после этого пытаться понять. Был такой гениальный математик, израильный, чечный факт. Он говорил, что начать заниматься математикой примерно так же удобно, как сесть в трамвай во время его быстрого движения по улице. То есть смотрите, в чем идея. Нам здесь хорошо, те, кто с самого начала помнят, штрих шейфер – это вот это. Это функция, которая в точке 0,0 принимает значение 1, в точке 0,1 она тоже принимает значение, в точке 1,0 тоже 1, а в точке 1,1,0. Правда, вы мне спросите, что это было нули и единицы. Нули и единицы – это, соответственно, истинная ложь. Так называемые буличские перемены. Идея более непонятна, что есть? Вот. Четыре строчки, потому что 2 умножить на 2,4. Потому что невозможно прочитать какой-то сложный лектор по математике, не упомянув явным образом, что 2х2,4. Сейчас это действительно ровно по делу мы сослались на этот великий факт. Действительно, ребят, 2х2,4. Для А – два варианта 0,1, и для Б – два варианта 0,1. Ещё вопросы будут? Д0. Отлично. Д0 – это функции, которые на нулевых значениях переменной принимают только нулевое значение. И Д1, который на единице принимает значение 1. Заметьте, я включаю вес. А здесь интересно, что это S? S – это самодвойственная функция. Где вы хотите, чтобы я вкратце, быстренько, да, пересказал вам содержание всего? Невозможно повторить слишком быстро так, чтобы вы попытайтесь, ещё раз, попытайтесь понять общую идею и, соответственно, потом просто переслушайте. Кстати, я совершенно не вижу ни в коем случае. Ровно в такой же ситуации большинство из вас, господа, окажутся или уже оказались во многих-многих своих попытках что-то учить. Дело в том, что когда вам что-то объясняют сначала, подряд и понятно, обычно всё выучить очень легко. Проблемы вот такие, когда приходишь, а там уже все это знают и тебе не рассказывают, и спросить не у кого. Это действительно проблема. Я ещё по-другому напишу. Это то же самое, что А, Шейфера, Б – это не А или не Б. Давайте подумаем, что это не А или не Б. В каком случае неверно А или неверно Б? Ну, вообще-то в точности вот в этих трёх случаях не верно А или неверно Б, правда? Да. Правда. Значит, я считаю, что объяснил вот это равенство, то есть объяснил, как через Шейфер выражается дизюнкция. Теперь, каким способом выразить конъюнкцию? Конъюнкцию выражают так. А, Шейфера, Б, Шейфера, А, Шейфера, Б – это то же самое, что А и Б. Давайте подумаем, почему. Ну, вы уже понимаете, что Шейфер А и Б сам с собой – это то же самое, что отрицание А, Шейфера, Б. Ну, отрицание А, Шейфера, Б – это абсолютно понятно, что такое. Шейфер – это 3 единицы и 0, отрицание – это 3 нуля и единицы. Но когда у вас 3 нуля и единицы, это как раз и есть конъюнкция. Всё нормально. Все формулы доказаны. Таким образом, я действительно доказал, обратите внимание, что штрих Шейфера порождает всё. Вообще, все булевские операции можно сделать. Слушайте, а вы представляете? Ведь компьютер – это же булевские операции, реально. Вот весь процессор – это же сумасшедшее количество всевозможных вот этих вот, да? А мы их учились делать через штрих Шейфера. Значит, надо заказать в Китае миллиард штрихов Шейфера. Почему в Китае? А там всё, там всё делают, там обычно дешевле и красиво. И вот, и из этого миллиарда штрихов Шейфера мы сделаем себе компьютер. Потому что я доказал, что в компьютере по существу, кроме штрихов Шейфера, ничего не бывает. Согласны? Затратное питание. Что? Затратное питание. Нет, ну, конечно, затратное питание. Реально, конечно, в компьютере все вот эти вот схемы, они безусловно есть. Но идея, если всё делать из штрихов Шейфера, это совершенно гидиотская. Потому что всё делают из другого элемента. Ребята, вы, конечно, думаете, что это всё глупости, но на самом деле электрончики говорят, что вот мы умеем дешево делать такую-то схему. И вот их мы вам можем напаять миллион, 10 миллионов, сколько хотите за дешево. А уже ваше дело, дело программистов, из этих штук реализовывать все остальные функции. Поэтому, конечно, компьютеры делают не из штрихов Шейфера. Компьютеры делают из более странных электронных устройств. Так, теперь переходим к следующей пирси. Ну, на самом деле, можно было просто сказать, что были заменители единицы и единицы на нули. Поэтому у вас всё получится. Но для того, чтобы всё-таки вас так уж не спущать, давайте я дам все эти формулы, благо они не очень сложные, когда они у тебя на листочке выписаны. Итак, А, стрелка пирса А, это отрицание А. Это понятно. Дальше. Что такое А? Сейчас. А, стрелка В. Стрелка А, стрелка В. А или В. Давайте думать, как это или не так. Смотрите, стрелка это отрицание, поэтому на самом деле нужно проверить вот такую форму. Замечательно. Другими словами, нужно проверять, что А, стрелка В, это отрицание от А или В. Так, А или В, все знают, это вот это. Отрицание, это будет единичка, а здесь будут три нуля. Единичка, три нуля, это и есть наш тему пирси. Давай проверим. А, стрелка А, стрелка, да, В, стрелка В. Вот утверждается, что это И. Давайте думать. Значит, на самом деле, вот это вот отрицание А, это отрицание В. Нужно проверить, что это И. Ну, давайте в этой формуле отрицание А заменим просто на букву. То есть нужно проверить, что А, стрелка В, это то же самое, что не А и не В. Так, смотрим, что такое не А и не В. Это значит, единичка должна быть вот в этой позиции. То есть все правильно. Победа. Готово закончено. Что такое эти классы, я объяснил. Что такое, в принципе, выражать одну функцию через другую, я объяснил. Д�ска. То, сетя.